МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, с вами Нефакты. Сегодня в выпуске. Школьники смогут встречать рассвет во время выпускных, не нарушая детский закон. Для этого его перенесут на 21-30, чтобы несовершеннолетние успели прийти домой. В Краснодаре будут искусственно увеличивать пробки. Дорожные заторы придают городу по-настоящему столичный облик. На Кубани появилась компьютерная игра «Победи коррупцию». С помощью персонажа «Иванушка-дурачок» каждый игрок сможет виртуально разделаться со взяточничеством и помочь стране. Сначала коротко о том, что происходит в России и мире. В Венеции после реконструкции для посетителей открылся центральный парк. В Китае львы загнали работников зоопарка в клетку и требуют что-то на львином. В ЮАР турнир по рафтингу закончился неожиданно. Люди спят стоя из-за нехватки мест в гостиницах Джубги. Министр внутренней безопасности США рассказала журналистам о размерах своей зарплаты. В зоопарке Амстердама власти разрешили однополой паре пингвинов жить в одной клетке. Шведские ученые скрестили чайку с сороконожкой. Чайка-коножка получилась очень милым созданием. Почта России получила полномочия для управления электронным правительством. В связи с этим руководство всерьез задумывается о приобретении крупной партии ЭВМ. Уполномоченный представитель Почты России заявил следующее. Мы должны идти в ногу со временем. В ближайшем будущем во всех почтовых отделениях появятся электронно-вычислительные машины. Возможно, счеты заменят на новые современные высокоточные каркуляторы. Но не будем забегать вперед. Модернизация Почты России обязывает сотрудников пользоваться в работе с современными технологиями. Каждый почтовый служащий должен уметь следующее. Включать и выключать компьютер, не используя шнур питания. Печатать текст со скоростью не ниже 7 знаков в минуту. И сохранять написанное. Более того, специалист обязан владеть навыками копирования документов из папки «Мои документы» на диск 3.5А. Кстати, теперь письма на почту можно приносить в электронном виде на дискетах. Сотрудники отделения сами упакуют их в конверт и отправят адресату. Лично я за прогресс. Я все понимаю. Но мой бизнес от этого пострадает. Я был основным подрядчиком почты в Краснодарском крае. Но ничего, буду их новобрачным продавать. Они голубей на дискеты не променяют. Основная проблема, с которой столкнулись специалисты Почты России, это создание электронных почтовых ящиков. При подключении к сети ящик начинает искриться и сильно бить током. Для решения этой проблемы напряжение будут снижать до уровня болевого порога, рекомендованного нормативами Минздрава России. Цитирую, чтобы можно было терпеть. В Краснодаре начала действовать муниципальная программа по увеличению автомобильных пробок. Как заявляют представители городских властей, пробки – очень важное социальное явление. Именно они более всего придают Краснодару столичный облик. В любом уважающем себя мегаполисе должны быть пробки. И если жители Краснодара хотят жить в современном городе, им придется не только смириться с пробками, но и гордиться ими. По словам экспертов, сейчас кубанская столица отстает от Москвы по показателю медлительности автомобильного движения. О победе над московскими заторами можно будет говорить только тогда, когда средняя скорость движения пешеходов как минимум в два раза превысит среднюю скорость автомобилистов. Реализовать программу по увеличению пробок попробуют так. Во-первых, во всем городе будут постоянно проводиться дорожные работы. Однако их цель – не улучшение дорожного полотна, а создание качественных помех движению. Во-вторых, специально обученные сотрудники мэрии обязаны ездить по городу и намеренно создавать помехи для других участников движения и провоцировать мелкие ДТП. Нас учат не замечать знаков, заставляют краситься за рулем и одновременно разговаривать по телефону. Да, это непростая работа, но я не хочу, чтобы Краснодар превратился в деревню. Отвечать за увеличение пробок, скорее всего, будет Анна Миносян. Именно ее решено было назначить руководителем нового ведомства городских дорожных заторов. Добавлю, что власти города просят всех жителей помогать в создании столичного облика и по возможности почаще провоцировать пробки. В идеале среднее время от дома до работы должно составить не менее 7-8 часов. Тогда, наконец, можно будет считать программу Краснодару «Столичный облик» завершенной. На Кубани в дни празднования школьных выпускных перенесут рассвет. Встречать его – старая добрая традиция, однако она противоречит детскому закону. Депутаты законодательного собрания края, как всегда, нашли логичное решение проблемы. Мы не можем запретить встречать рассвет. В этом нет ничего плохого. С другой стороны, закон нарушать тоже нехорошо. И поэтому мы уже приняли законопроект, по которому рассвету запрещено наступать утром. Итак, теперь в период выпускных рассвет должен наступать не позже 21.30, чтобы несовершеннолетние успели добраться домой. Очевидно, что солнцу будет неудобно совмещать закат с рассветом, поэтому власти пошли на некоторые уступки. Во время выпускных закат имеет право наступать раньше на 5-6 часов по своему усмотрению. Следить за соблюдением нового закона будет специальная парламентская комиссия. Ее сотрудники с помощью современных технологий должны внимательно наблюдать за восходом солнца и его закатом. В случае нарушений они немедленно примут все необходимые меры. В дополнение депутаты решили и проблему спиртного на выпускных. Во всех магазинах под видом алкогольных напитков во время выпускных будет продаваться физраствор. Как установила депутатская комиссия, по цвету физраствор идентичен водке, однако гораздо полезнее последней. Не хватает денег на покупку квартиры, автомобиля, сотового телефона, фена или блендера? Не теряйте время, не нужно идти в банк. Мы дадим вам деньги. Достаточно одного документа и почки. Уже через несколько минут вы станете счастливым обладателем пяти, а может и шести тысяч рублей. Торопись, пока нас не закрыли. Осталась одна почка. В институт поступила дочка. Каждый кубанец сможет победить коррупцию. Ему понадобится для этого только персональный компьютер. Победи коррупцию – это новая компьютерная игра. Она была сделана по заказу депутатов в городской думе. Все постоянно жалуются, что власти не могут победить коррупцию. А вы попробуйте сами это сделать. С помощью игры все поймут, как это сложно и будут меньше ляпать языком, где попало. Главный персонаж игры – Иванушка-дурачок. Основная задача – прожить год, не дав ни одной взятки. Первый уровень игры – военкомат. Чтобы пройти дальше, Иванушке нужно законно откосить от армии. Однако здесь есть подсказка – топор на стене. Таким образом, уже без руки персонаж проходит в следующий уровень – муниципальную поликлинику. Здесь задача посложнее – выжить, не подарив медсестрам конфет и коньяка. Если и этот уровень пройден, Иванушка встречается с сотрудниками ДПС. Ему предстоит убедить гаишников не штрафовать его за нарушение двойной сплошной. Если случилось чудо и это задание также завершено, Иванушка-дурачок встречается с начальником ЖЭКа. Именно он, по мнению разработчиков, является олицетворением всемирной коррупции. Как показывает практика, успешно проходит игру «Победи коррупцию» около 2% игроков. Большинство, конечно, стыпится на ДПСниках. Я, если честно, сам дальше пока не прошел. Добавлю, что игра совершенно бесплатная и от этого становится еще более привлекательной для кубанцев. Единственное «но» – чтобы ее активировать, нужно ввести номер кредитной карты. Если вы выигрываете, то получаете модную майку с надписью «Борец с коррупцией». А если проигрываете, с вашей кредитки автоматически списывается 10 тысяч рублей. Все эти средства поступят на офшорный счет, предназначенный для борьбы со взяточничеством. В России вернут нормативы ГТО. Депутатам Госдумы понравилась идея введения ГТО для школьников. Они решили перенести ее на другие социальные группы. В число первых попала оппозиция. Дело в том, что почти все ее представители совсем не следят за здоровьем и очень плохо выглядят. Депутаты Госдумы считают, что это основная причина неудач оппозиционеров на выборах. Я считаю, что в стране нужна здоровая оппозиция. Да на них смотреть противно. Кто за таких голосовать будет? Мы должны помочь оппозиции принять им благородный вид. Для формирования здоровой оппозиции уже разработана специальная программа. Каждый человек, который хочет причислить себя к оппозиционерам, должен сдать простейшие нормы ГТО. Для экзаменов выбраны следующие дисциплины. Во-первых, претендент в оппозиционеры обязан пробежать стометровку не более чем за 7 секунд. Далее экзаменуемый должен выполнить несколько простых упражнений на перекладине. Подтянуться 43 раза, сделать солнышко и приземлиться при помощи сальто. Когда все эти нормативы сданы, будущий оппозиционер отправляется на ринг. Там он должен выстоять в 10-минутной схватке с мастером спорта по боксу. После этого нормы ГТО считаются выполненными. Добавлю, что те претенденты, которые не сдадут нормы, не смогут считаться настоящими оппозиционерами и к выборам допущены не будут. В кубанских школах во время проведения ЕГЭ появятся собаки, натасканные на шпаргалки. На это пришлось пойти, чтобы успешнее бороться с такой злостной социальной проблемой. Мы не знаем, как по-другому решить этот вопрос. По статистике, не каждый ученик хоть раз да и списывался в шпаргалки. Более того, преподаватель, заметивший шпаргалку, часто жалеет ученика. А собаке наплевать на жалость. Она просто выполняет свою работу. Все собаки прошли специальное обучение. В течение учебного года их натаскивали на шпаргалки по определенным предметам. Вот, например, эта собака умеет находить шпоры по гуманитарным наукам. Особенно хорошо работает во время ЕГЭ по литературе. А вот это животное явно с математическим складом ума. Она находит любые клочки бумаги, на которых есть цифры. Поэтому во время сдачи экзамена лучше оставить деньги дома. Деньги давай. Все собаки умеют находить шпаргалки в рукавах, носках, даже в задних карманах брюк. Это подтвердили множественные эксперименты. Школьники расстроены такой инициативой. Я если бы знал, что такое будет, я бы нормально в школе учился. Перед экзаменами думал, что спешу, а здесь такое западло. Походу я в армию пойду служить. Если и эта мера не поможет, то будет рассмотрен вопрос о замене ЕГЭ увеличением срока получения среднего образования до возраста 30 лет и 3 года. Согласно исторической практике, именно до этого времени можно валяться на печи и набираться опыта. А у меня на этом все. Смотрите «Не факты». Оставайтесь в курсе последних событий «Не факты». Нам можно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok